который создал черный список, содержащий 78 американцев. А потом они оценивают их как самых опасных пропагандистов. Я занимаю первое место в этом списке среди самых опасных пропагандистов. Я был приговорен к смертной казни. Я не знаю, видели ли вы это видео. Я действительно надеюсь, что вы этого не видели, потому что я хочу шокировать вас. Вот такое сообщение пришло от правоохранительных органов Украины. Россия ненавидит правду о том, что их навязчивое внимание к украинскому добровольцу просто позволяет ярко сиять свету честности украинской нации. На следующей неделе зубы русских дьяволов будут скрежетать еще сильнее, а из их бешеных ртов хлынет пена неконтролируемого безумия. Когда мир увидит любимого кремлевского пропагандиста, расплачиваются за свои преступления. А это марионетка Путина, всего лишь первая марионетка. Все российские пропагандисты, военные преступники будут выслежены, и справедливость восторжествует, поскольку нас, украинцев, ведет на эту миссию вера в Бога, свободу и полное освобождение. Скорее всего, все они русские. Россия ненавидит правду. За вами будут охотиться? Да. Прямо сейчас? Вот в чем дело. Во-первых, это Сара Эштон Чирилла, по-моему, именно так зовут этого человека. Это трансгендерная личность американка, которая служит волонтером в украинской армии. И мы должны понять это. Еще одна вещь, которую вы должны понять, это то, что ее звание младший сержант. Это делает ее унтер-офицером, а это означает, что по американским законам ее паспорт должен быть аннулирован, а гражданство аннулировано. Ей не разрешается заниматься какой-либо деятельностью, но она все равно это делает. Так оно и есть, и мы никогда не будем привлекать ее к ответственности из-за двойных стандартов. Но вот что самое главное. Забудьте о том, что она американка, забудьте о ее ориентации. Это не имеет значения. Важно то, что у украинского правительства есть список подозреваемых. Он называется список подозреваемых мертвеца, список подозреваемых миротворца. Этот список существует уже довольно давно. Мы начнем с самого тревожного аспекта этого дела. В этом списке значится почти 300 детей, а это означает, что любой ребенок в Донбассе, который высказался против войны или за мир, стал мишенью для убийства украинскими властями. Интеллект. Вот и все. Так оно и есть. Это просто гребанное безумие. Да. Но с другой стороны, у них там есть и другие люди. И, во-первых, это не гипотетический список. В списке Мирта Шварца была, например, Дарья Дугина, дочь профессора Дугана, российского филантропа Александра Дугана, этого филантропа, философа, она была убита. Она есть в списке, и когда она умерла, они поставили отметку ликвидирована напротив ее фотографии. Они хвастаются этим. Они убили ее. Татарский был псевдонимом российского военного блогера. Он был убит, взорван в Санкт-Петербурге и ликвидирован. Я тоже нахожусь в этом списке. Я являюсь одним из главных американцев, на которых нацелено это дело. В администрации президента Украины работает дочерняя структура под названием Центр противодействия дезинформации. Она оплачивается, организуется и консультируется государственным департаментом. Еще раз повторяю, я просто хочу убедиться, что все это понимают. Ваши доллары налогоплательщиков, которые идут в государственный департамент, профинансировали работу государственного департамента с украинским правительством, по созданию Центра по противодействию дезинформации, который создал черный список, содержащий 78 американцев. А потом они оценивают их как самых опасных пропагандистов. Поэтому, когда я вижу, как Сара Эштон-Чирилла говорит о смерти, с одной стороны, я думаю, что должен быть обеспокоен, потому что она говорит обо мне, но мне все равно. На самом деле, люди уже пытались убить меня раньше. До сих пор им это не удавалось, так что посмотрим. Но что меня действительно раздражает так, это то, что американское правительство ничего не говорит по этому поводу, потому что американское правительство подписало это соглашение. Это американское правительство использует украинские разведывательные службы для нападения на американцев. Потому что мы осмеливаемся выступать против того, что я считаю плохой американской политикой в Украине. И даже несмотря на то, что мне все еще разрешено говорить, вы должны понимать, что это оказывает пугающее воздействие. А это означает, что всего 60 в нескольких милях от того места, где я живу, в городе Эллинвилл, находится лагерь украинских националистов, где установлены памятники бандеровцам. Там находится Степан Бандера, Роман Шускович и другие люди, и они являются памятниками героям. И каждый год они проводят митинги, молодежные митинги. В этом году их было два. Здесь есть фотографии этих детей, одетых в нацистскую форму и держащих в руках фотографии Степана Бандеры, массового убийцы, который сражался бок о бок с Адольфом Гитлером, убив от 30 до 40 человек, евреев убив 100, поляков 200, этнические русские. Это не очень хороший парень, но ЦРУ поддержала его. Мы можем вернуться к этому вопросу позже. Но я хочу сказать, что они придерживаются этого мнения. Они держат в руках транспаранты с нацистской символикой. Они живут прямо здесь. И поэтому они поклоняются Бандере. Украинское правительство сделало Бандеру своим национальным героем. Украинское правительство хочет, чтобы я умер. И вы не думаете, что я немного беспокоюсь о том, что какой-нибудь бандеровский головорез там внизу скажет. Правительство США ничего не предпринимает по этому поводу. Они поощряют это, поэтому они предлагают убить Ритера. И вы знаете так, что это немного сбивает с толку. Я еще раз говорю им, чтобы они сделали все правильно с первого раза, потому что у вас не будет второго шанса. Но знаете, суть в том, что вы не должны так жить в Америке. Вы не должны жить в страхе стать мишенью для убийства за то, что осмелились воспользоваться своими правами по первой поправке. А Конгресс ничего не предпринимает. Я написал своим сенатором, я написал своему представителю и сказал, почему вы тратите доллары американских налогоплательщиков. На создание и создание эта организация называет меня международным террористом и приговаривает к смертной казни, а вы ничего не предпринимаете по этому поводу. Да, так что хотя это видео может быть в каком-то смысле забавным, потому что оно немного похоже на видео SNL, не так ли? Так что несмотря на то, что оно может быть неприятным и смешным, я хочу, чтобы вы, ребята, знали, что это дерьмо настолько серьезно. Это дерьмо настолько серьезно, потому что... Это было забавно до тех пор, пока они не подложили бомбу в мою машину. Это наш друг Уайт Рид, который тоже фигурирует в списке. Я думаю, что Джимми Дор, Макс Блюменталь и еще несколько наших друзей из Сети тоже входят в этот список. Я увидел это прямо перед тем, как попасть в эфир. Наша фирма Уайт Рид входит в этот список людей, которых украинский режим хочет убить. По сути, потому что они являются документированием военных преступлений, документированием того, что происходит в Украине. И я хочу, чтобы вы, ребята, никогда не забывали, что произошло именно то, что происходит с Гонсалой или Лирой. Гонсалой или Лира — жертва украинского фашистского режима, который его мучает. Его отец уже говорил об этом. Они захватили его, в плен пытали, и теперь у них есть список людей, которых они хотят преследовать, потому что они рассказали правду об этой войне. И самое смешное, что это не так уж далеко от завершения, потому что у вас есть много подхалимов из либерально-демократической партии, которые хотят процитировать конец цитаты. Насилие не так ли? Они хотят забрать у вас оружие, потому что они хотят положить конец насилию с применением огнестрельного оружия. Между тем, они на 100% согласны с тем, чтобы отправлять оружие неонацистам в Украине. А теперь даже Министерство внутренних дел Байдена, я не знаю, видели ли вы это, но даже, собственно, Министерство внутренних дел Байдена обеспокоено бумом на черном рынке, который вызовет это оружие, если у него будет альбом неонацистов в Украине. Таким образом, у вас есть не только эти люди, которых Украина и правительство внесли в список лиц, подлежащих уничтожению, но и многие из них уже были убиты, такие как Гонсала Лира, ставшие мишенью для нападения. У нас скоро начнется настоящий бум на черном рынке. Они будут нацистами с оружием в руках, которые вернутся домой. Бандитские отбросы вроде Сары и ее друзей вернутся в Америку и приведут к власти бандитский режим нацистов в Южной Америке и Европе, которые добровольно вступили в ряды украинских войск. Грядет гигантский бум на черном рынке, который будет преследовать людей, ставящих под сомнение режим НАТО. Это то, о чем мы должны быть обеспокоены на 100%. Но есть ли у вас какие-нибудь последние соображения по этому поводу? У меня есть еще несколько вещей, которыми я хотел бы поделиться. Есть ли у вас последние соображения по поводу прав группы, которые, по сути, угрожают насилием любому, кто призвал к войне на Украине? Да, послушайте, я принимаю это близко к сердцу. Помимо того, что мой дядя был отмечен за смерть правами группы. Он участвовал во Второй мировой войне на Европейском театре военных действий не против Германии. Вместе с ним мы отвезли его на кладбище в городе Люксембург, где 250 его товарищей покоятся вместе с десятками тысяч американцев, отдавших свои жизни в борьбе за победу над одиозной идеологией. И мы предполагаем, что она потерпела поражение, но оказывается, что ЦРУ финансировала бандеристов с 1945 года вплоть до 1990 года. И мы организовывались, чтобы взять власть в свои руки. Соединенные Штаты сегодня позволяют этим нацистским головорезам, которые в буквальном смысле являются преемниками нацистской Германии, проводить реформы в Украине. И меня тошнит от того, что этому позволяют происходить. Я просто хотел бы показать вам лицемерие Конгресса. В 2015 году Конгресс принял поправку к закону о разрешении на национальную оборону, согласно которой деньги налогоплательщиков не могут быть использованы для финансирования батальона АЗОВ, потому что это нацистский батальон. Нацистская организация, борющаяся за превосходство белой расы. Так вот, мы уже тогда об этом знали. Мы принимали ту же самую поправку вплоть до 2021 года. А затем в 2022 году, когда республиканцы осмеливаются встать и сказать, эй, финансируем нацистов. Те же самые демократы, которые тогда поддерживали эту поправку, говорят, нацистов не существует. Это российская пропаганда. Никаких нацистов не существует. В ноябре прошлого года они пригласили батальон АЗОВ принять участие в Конгрессе. Они позволили им собрать деньги, чтобы встретиться с людьми и выставить на аукцион нацистскую символику, нашивки с нацистской символикой. В американском Конгрессе они собрали 30 долларов с нуля. Это вызывает у меня отвращение, и это должно вызывать отвращение у каждого американца. Наша страна занимается совсем не этим. Еще раз повторяю, свобода слова — это свобода слова, если они хотят открыто заявить о своих желаниях, но мы не обязаны приглашать их в народный дом. Особенно, когда люди, которые те, кто их приглашает, чертовски хорошо знают, кого они приглашают. Потому что именно они спонсировали поправку, согласно которой мы не можем тратить наши деньги на финансирование этих людей, потому что они нацисты. Но сейчас нам вдруг расхотелось говорить о нацистской угрозе. Да, Роханна — самый большой пособник нацистов. Именно так я их и называю. Я не знаю точно. Мне интересно, согласны ли вы с этим. Потому что они называли людей нацистскими коллаборационистами, которые сотрудничали с нацистами в 40-е годы. Это были люди, у которых были идеологические разногласия. Это и было коллаборационизмом. У вас были идеологические разногласия с этими людьми, но вы работаете с ними для достижения своей конечной цели. У вас есть прогрессивные левые, которые сотрудничают с неонацистами, потому что у них развился синдром психического расстройства. И Роханна была одной из таких людей. И вы упомянули об этом в своей области. Вот почему я поднимаю этот вопрос. Роханна был одним из тех, кто раньше предупреждал о финансировании неонацистов в Украине. У него даже был твит, который он, как известно, удалил по этому поводу. Это взято с его веб-сайта в 2018 году. Он запретил им вести дискуссию о запрете нацистов в Украине. Он пошел именно от этого. Я не знаю, видели ли вы этот клип, но вот он, по сути, говорит, мне не нужно играть. В этом ролике он, по сути, говорит о том, что мы должны помочь Украине до конца, независимо от того, сколько украинцев погибло. Похоже, что он полностью поддерживает войну на Украине, несмотря на то, что раньше он критиковал финансирование нацистов в Украине. Именно поэтому я не могу назвать их иначе, как пособниками нацистов. Они точно знают, что здесь делают. И я собираюсь показать вам вот это, ребята. Последнее, чем я хочу поделиться на эту тему, это Арон Мейт. Вы также отлично справляетесь с репортажами на эту тему. Мне очень нравится его твит, потому что либералы в демократической партии признают, кто такой Дэвид Дьюк, не так ли? Но сейчас он находится в Украине. Так что это отличный твит, чтобы сыграть на этом. Сказал он, Дэвид Дьюк считает, что миссия его страны состоит в том, чтобы возглавить белые расы всего мира в последнем крестовом походе против низших рас, находящихся под полувоенным руководством. Упс, я очень виноват. На самом деле это был украинец в качестве командира батальона, который вооружен НАТО. Он встречался с Зеленским в прошлом месяце. Так вот, это цитата из группы «Правые головорезы», которую сейчас поддерживают Рахан и левые НАТО. «Их цель — возглавить белые расы всего мира в последнем крестовом походе против полулюдей». Они хотели развязать войну против этнических русских на Украине, потому что считают русских нечистыми белыми людьми, которые были завоеваны монгольским народом. Так или иначе, есть неоспоримые доказательства того, что нацисты в Украине сотрудничают с ними как с целой страной. И у вас все еще есть сторонники прогресса, которые поддерживают это, и я беру на себя смелость заявить об этом. Еще одна ваша мысль по этому поводу. Я знаю, что задержу вас еще минут на десять или около того. Я ценю ваше сегодняшнее время, Скотт, но речь идет о том, что расстроенная администрация Байдена закрыла тему, до которой мы так и не добрались. Но я хочу осветить конкретно этот вопрос. У вас есть не только администрация Байдена, которая одобрила поставку кассетных бомб в Украину, хотя они и сказали, что не будут этого делать. Но и вы сами теперь у нас есть администрация Байдена, которая отправляет обедненный уран в Украину. А еще мы использовали обедненный уран в Ираке, и уровень заболеваемости раком вырос втрое. Мы использовали обедненный уран в Сирии, и уровень заболеваемости раком возрос. Так что, Скотт, мне нужно, чтобы ты объяснил мне это. Как Соединенные Штаты могут утверждать, что они борются за украинский народ, в то время как они обрекли свой народ на несколько поколений рака? А их детей могут взорвать из-за какого-то обычая. Так что же вы думаете по поводу того, что расстроенная администрация Байдена доказывает, что это оружие является военным преступлением? Что вы думаете по этому поводу? Ну что же, давайте внесем ясность в формулировки. Это не военные преступления. Нет ни одного международного договора, который запрещал бы использование кассетных боеприпасов и обедненного урана, подписанного Соединенными Штатами, а также не запрещенного международным договором. Сказав это, Соединенные Штаты признали, что кассетные боеприпасы с высокой степенью безотказности, которыми они обладают, становятся смертоносным наследием для последующих поколений. Что если вы будете использовать кассетные боеприпасы, то есть большая вероятность того, что дети-фермеры и ни в чем не повинные гражданские лица будут платить высокую цену после окончания конфликта, потому что там будут неразорвавшиеся боеприпасы. И поэтому мы стремились усовершенствовать это оружие и фактически прекратили его использование из-за этой угрозы. Таким образом мы знаем, что используя это оружие, мы причиняем вред будущим поколениям. И все же мы предоставляем украинцам неограниченный доступ к этому оружию, позволяя им загрязнять окружающую среду неразорвавшимися кассетными бомбами. И я могу гарантировать вам, что цена, которую дети этого региона будут платить в ближайшие десятилетия, составит тысячи потерянных жизней или искалеченных из-за того, что из-за этого решения. Так оно и есть, но помните, что мы, Соединенные Штаты, попросили Мадлен Олбрайт посмотреть в камеру и сказать, что 500 иракских детей. Это цена, которую мы готовы заплатить, чтобы избавиться от Саддама Хусейна. Так что ура, Америка. Обедненный уран, как вы правильно заметили, не представляет радиологической угрозы, то есть это не гамма-излучение, об это излучение. Это токсин из тяжелых металлов. Но тем не менее, когда он попадает в ваш организм, он вызывает рак, причем высокий уровень развития рака. Когда мы используем обедненный уран, который попадает в пенетратор, он испаряется, превращается, и эта часть его помогает пробить броню, чтобы получить эффект уничтожения танка. Но когда он испаряется, эти частицы выбрасываются в атмосферу, попадают в грязь и попадают туда. Они попадают в воду, которую вы пьете, они попадают в сельскохозяйственные культуры, в воздух, когда он, когда он, когда нет дождя, превращается в пыль, вы дыши им. Сегодня в Ираке люди идут посмотреть, там есть фотографии искалеченных детей, детей, которые мы рождаемся с этими качествами. К счастью, я не должен говорить к счастью, но я имею в виду, к счастью для них, многие из них умирают мертворожденными, а это значит, что им не нужно страдать. Но многие из них живы. И вы не можете себе представить, что такое жизнь сильно деформированного ребенка, что это делает с их здоровьем. Семьи и матери, которые в результате заболевают раком, а также отец. Это просто ужасно. В Косово мы использовали снаряды с обедненным ураном, она-то использовала снаряды с обедненным ураном. И уровень заболеваемости раком в тех районах, где мы их используем, просто заоблачный. Но Соединенные Штаты этого не признают. Мы это отрицаем. Но мы знаем, в чем заключается истина. И все же мы передаем это оружие украинцам. И к счастью, хорошая новость заключается в том, что эти противотанковые снаряды поставляются для танка М1 Эйбрамс, 31 из которых будет предоставлен украинцам. Я не думаю, что у них будет возможность выпустить слишком много таких снарядов. Будем надеяться, что русские уничтожат эти танки быстро и вместе с имеющимися у них боеприпасами. Но это не имеет значения. Мы знаем, что обедненный уран вызывает долгосрочные проблемы со здоровьем у гражданского населения. И все же видим, что мы сделали с кассетными боеприпасами и обедненным ураном, чтобы обеспечить то, чего нет. Мы собираемся переломить ход битвы. Это не чудо-оружие. Они не смогут победить русских. Это делается в политических целях, чтобы наши политики могли хорошо выглядеть и говорить, что мы что-то делаем. И все же в будущем будут семьи, украинские и российские семьи, чьи дети будут искалечены, чьи дети будут деформированы из-за этого. И каждый американец должен задуматься об этом. Это зависит от нас самих. Это зависит от нас всех вместе. Это наша ответственность, потому что наше правительство делает это от нашего имени. Мы отправляем кассетные боеприпасы. Мы отправляем обедненный уран, потому что мы не делаем достаточно для того, чтобы остановить это. Я знаю, что вы высказываетесь открыто, я высказываюсь открыто, но я говорю о 320-30 тысяч американцах, которые ни черта не говорят по этому поводу. Потому что им все равно. Им просто все равно. Это происходит вон там. Здесь этого не происходит. Если вы живете в городе Флинтштадт Мичиган, то знаете обо всем том возмущении, которое вы испытываете по поводу своей воды, и это вполне оправданное возмущение, поймите это. То же самое правительство, которое отравляет вашу воду, является прямо сейчас отравляют украинскую землю. И что же вы собираетесь с этим делать? Почему вы молчите? Неужели вы хотите, чтобы другие люди молчали о том, что с вами произошло? Вы хотите, чтобы все высказались в вашу защиту? Так что не будьте лицемерами. Встаньте и выступите в защиту людей, которых мы травим за рубежом. Повсюду в Америке, в каждом сообществе, у которого есть проблема. Где мы говорим, что правительство вводит несправедливые ограничения или совершает несправедливые поступки, загрязняя нашу воду, загрязняя нашу почву, совершая поступки. Вы не можете молчать, как наше правительство делает то же самое с другими людьми за границей. Мы должны быть последовательны в своем возмущении по поводу плохой политики американского правительства. Да, я ценю вашу точку зрения на проблему оружия. И это отличный момент, который я часто подчеркиваю, потому что они похожи на многих этих прогрессивных отморозков. Как я их рассматриваю? Все они поддерживают войну на Украине. Я отношусь к этим людям с максимальным презрением, потому что они извиняются и обожают Джо Байдена, подрывника трубопровода «Северный поток». Им на это наплевать, даже если они цитируют защитников окружающей среды без кавычек. Так что у нас есть не только 300 с лишним миллионов человек, которым наплевать на войну, но и прогрессисты, которые помогают демократам увековечивать эти преступления против человечности. Еще одна последняя тема, очень короткая. Я очень ценю это, Том Скотт. Я должен спросить вас о кирпичах и об изменении главного сдвига в геополитике, который происходит прямо сейчас. Поскольку я упомянул о войне на Украине, очевидно, что это нечто чрезвычайно важное. Рост напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем — это еще один пример. Рост цен на кирпичи — это еще одна гигантская проблема, не проблема, а гигантская история, которая продолжается. Очевидно, что только с самого начала Китай доминировал над кирпичами как угрозой интересам США на Ближнем Востоке, потому что Китай сделал то, что не смогли сделать даже прогрессисты, и провел переговоры о мире между Саудовской Аравией и Иран, который в результате эффективно работает над прекращением геноцида в Йемене. У вас было шесть стран, которые недавно присоединились к БРИКС на самом последнем саммите БРИКС, и у них была большая семерка, что было плохо для Украины, потому что у вас были страны большой семерки, которые отказались осудить войну на Украине. И он был в ярости из-за этого. Таким образом, вы наблюдаете перемены в своей жизни. Я знаю, что у нас не хватает времени, чтобы передать вам пас. Я просто хочу узнать ваше мнение по этому поводу. Что вы думаете о росте производства кирпичей? Стоит ли американцам беспокоиться по поводу долларизации? Что вы думаете по поводу роста цен на кирпичи, и что вы можете извлечь из этого, Скотт? Я думаю, что прямо сейчас мы наблюдаем трансформацию мира, уходящую от сингулярности Америки, где мы являемся глобальным гегемоном. У нас есть международный порядок, основанный на правилах, которые мы сами создали, которые мы диктуем и которые мы настаиваем на том, чтобы все соблюдали. И весь мир говорит нет. Мы ввели санкции против слишком большого числа стран. Мы украли слишком много суверенных фондов благосостояния. Мы слишком часто были хулиганами, и мир устал от этого. Таким образом, мир начинает объединяться на многосторонних форумах, и БРИКС является ведущим из них. Все началось с объединения пяти стран, Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, так называемых развивающихся стран, которые объединились, чтобы создать противовес большой группе. Семерка и большая двадцатка, группа семи, семь наиболее развитых экономик мира. Сейчас это уже стало шуткой, потому что многие из них рушатся. Группа из двадцати человек была тем способом, с помощью которого мы, члены Большой Семерки, могли приглашать друг друга и таким образом контролировать их развитие. Я хотел сказать, что мы не хотим этого делать. Мы хотим быть сами по себе. И по большей части Запад как бы игнорировал это, потому что это была теоретическая возможность. Они только что провели саммит в Южной Африке, на котором, как вы заметили, пригласили присоединиться шесть стран. Это очень влиятельные страны. Саудовская Аравия присоединяется к нам. Объединенные Арабские Эмираты присоединяются к нам. Иран присоединяется к нам. Мартина присоединяется к нам. Мы тоже присоединяемся к ним. Да, это очень важно. И это значит, что мы должны это сделать. Когда смотришь на кирпичи, понимаешь, что мир устроен именно так, где люди садятся за стол и действительно разговаривают друг с другом. Здесь никто ничего не диктует. Все говорят, что доминирует Китай. Да, Китай является доминирующей силой, потому что это крупная экономика, но это организация, основанная на консенсусе, в которой все участвуют добровольно. Она крадет кислороду Большой Семерки и Большой Двадцатки. Я думаю, что в ближайшие годы вы увидите, что Большая Двадцатка, она станет очень незначительной по мере того, как весь мир объединится вокруг этих шести членов. В этом году кирпичи, кирпичи, кирпичи. В следующем году, когда Россия будет председательствовать в БРИКС, они обсуждают возможность привлечения еще десяти членов. И как только это произойдет, это уже будет невозможно остановить. И Соединенные Штаты буквально останутся снаружи, наблюдая за происходящим. Прямо сейчас, когда мы говорим, происходит дедоларизация. Это окажет влияние на американскую экономику, на все наше благосостояние. Неужели мне грустно это видеть? Конечно же, мне грустно это видеть. Я американец. Я наслаждался преимуществами, которые были получены благодаря тому, что у меня была глобальная резервная валюта. Но вы должны быть ответственны, когда обладаете такой властью. И мы вели себя самым безответственным образом из всех возможных. Вы не можете приказывать людям использовать доллары в качестве своей резервной валюты, а когда они доверяют вам активы, на сумму 700 миллиардов долларов, как это сделали русские. А затем крадут их, потому что у вас есть политические разногласия. Вы не можете конфисковывать чужие активы только потому, что сами наложили на них санкции. Мы злоупотребили той ролью, которую взяли на себя в конце Второй мировой войны, и сегодня весь мир говорит, что больше нет тайм-аута, мы двигаемся дальше. И нам остается как бы сидеть самим по себе в эта детская площадка. Никто больше не хочет играть с нами в мяч. Скотт хорошо сказал. Я ценю ваше время, потраченное на это. Это была замечательная беседа.